Ну что, сегодня 5 марта и мы в офисе вкусвилл. Сегодня будет интересный день. Поехали! Ну что, отправляемся. Скоро будем в Москве на что-то самое интересное. Это вечер, когда мы проведем время вместе. И там 100% будет очень много чего-то. Поехали! И мы приедем все вдохновленные, зажженные и начнем по-другому, ну чуть-чуть работать, смотреть на свою работу. Ну типа как будто нам будет такой пинок, классный пацан, чуть-чуть сделать по-другому что-то у нас. Вот как-то. Здравствуйте! Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень приветливые, все улыбаются Есть хорошая навигация, вам туда Говорит нам Авокадо И пока что все прекрасно Посмотрим, что будет дальше Ну что, перед нами сейчас выступает Валерий Разгуляев Он написал классную книгу Я только что ее увидел Бирюзовое управление на практике Я давно интересуюсь бирюзовыми организациями Мне очень интересно потом будет прочитать В общем, о чем речь? Речь о том, что нет бюджета Речь идет о том, что компания полностью самоуправляемая Все управление строится на системе обещаний Одни люди обещают другим И это нужно исполнять Это фиксироваться может, может не фиксироваться Но есть такое правило Действительно, компания вкусвил делает все по-другому Но при этом у них колоссальный рост выручки Количество магазинов Кажется невероятным, что нет боссов Нет четкой системы мотивации Нет KPI, привязанных к зарплате Но при этом все замечательно Компания фактически управляет советом управляющих Это группа людей, которые Извели на себя ответственность Регулярно собираются по вторникам в 3 У нас есть похожая структура Центр управления полетами ЦУП Мы собираемся по вторникам в 4 В принципе, мне все понятно и приемлемо Единственное, чего я не могу понять А это редко бывает У них нет бюджета С другой стороны Он сказал, что мы каждый день смотрим выручку Мы каждый день смотрим Каждый месяц и за год мы смотрим депозит То есть те деньги, которые сейчас находятся на счету И если депозит растет, все хорошо Депозит падает Советы управляющих собираются И думают, что делать Все четко Здесь вот как раз я вам рассказывала Переговорки, которые в ряд идут И попробуй объясни, в какой именно ты ждешь человека Они называются сейчас Шоколад, мята, арахис Бифи лайф Магазин нашего фирменного мерча Можете заглянуть, посмотреть А здесь представлены Оплатить не рецепшене? Нет, здесь сразу касается Самомслуживание тоже, да? Это все тоже коллеги делали в рамках проектов Можно сказать, что это сердце или желудок нашей компании Как правильный отдел технологов? Это как раз Ребята, которые занимаются Работой с поставщиками Доработками рецептур Еще они у нас играют в футбол Поэтому кубки можно Ну, они здесь просто едят Наши технологи, как видите, пятница У нас крайне спокойный день На самом деле, если прийти сюда во вторник или в четверг Здесь будет очень даже живо Вас, наверное, где-то человек 60, да? Уже в команде 80? Ну, нет 40? 40 копеек 40, вот И вторник, четверг они могут почти все здесь присутствовать Да, похоже на снабжение Тоже полно флакончиков, сырья Кого-то там, черные что Упаковки Сейчас был блок розницы И, наверное, это более полезно было бы Для тех, кто держит какие-то розничные магазины Но Там был блок работы с персоналом В блоке компенсации я увидела, что очень много есть, что у нас Это круто Это значит, приведи друга У них есть премия У них есть также премия за наставничество У них есть премия за стаж У нас она коинами реализована У них за стаж Но Мне понравилась их система внутреннего обучения Вот этого, да Мы узнали, что, оказывается, у них программа iSpring На которой сделано видеообучение Мы ее недавно выбрали И для меня показателем было, значит, правильную программу выбрали Они ее посоветовали Осталось ее наполнительное Да И программа «Поток» Да, «Поток» Это программа, которая показывает о жизни кандидатов То есть мы можем поднять всю историю У нас это «Хантлоу» Ну, посмотрим «Поток», может быть, тоже будет интереснее Может быть, изменим Я поняла, что я думала, что мы достаточно автоматизированы во многих процессах Но сейчас понимаешь, что мы не до конца еще Просто у них руководитель, владелец, айтишник Я думаю, что от этого много чего идет Наверное, да, но мы с Хадей Струшниковой сидели с главным технологом производства И очень много записали, что можно автоматизировать именно по работе с персоналом на производство А еще вам потом покажу У них есть чат-бот, в котором ты можешь узнать все Чат-бот – это вообще Это просто взрыв мозга Представляете себе, у них есть чат-бот, в котором ты можешь узнать, сколько тебе дней до отпуска Какая у тебя зарплата на сегодняшний день Там справочник, забронировать переговорку Вообще, вот все инструменты, которые у нас То через почту, то через мессенджер Все просто в одном инструменте Мы знаем, какая компания делала эту программу И сможем с ней пообщаться и сделать такую же Это будет вообще бомба Да Здесь у нас как раз команда коммуникаций Вот здесь, для примера, стол Андрея Кривенко Вот тот самый под ужасной картиной, извините Это Андрей Кривенко здесь нет? Да Вот красавчик Это его рабочее место Без всяких кабинетов Без преувеличения Итак, внимание, здесь кабинет, если можно так сказать Здесь просто стол владельца Андрея Кривенко Миллиардера И он сделал все правильно Простенько, обычный стульчик Вот такой, без каких-либо понтов С пятнышком Все четко Вот как должно быть Раньше там вот эта картина висела Но недавно наш коллега, который в Питере живет Увидел в одной из галерей, что она выставила на продажу вот эту картину И мы решили, что должны ее выкопить Вы, наверное, знаете, что Вкусово постоянно читает бизнес-литературу Проходят книжные клубы А где здесь все проходят? Сейчас в онлайне А вообще, да, и здесь Бывают какие-то выездные форматы Как часто? Где-то раз в месяц сейчас Последний у нас в феврале было как раз по книге «Энергия клиента» Женя Щекин «Энергия клиента» не читал А какие еще читали книги совместно потом? Очень много Вот здесь у нас фрагмент нашей библиотеки, там онлайн библиотека Вот здесь даже интересный, смотрите Онлайн библиотека? Что значит? Можно скачать у нас в боте любую книгу Здесь посмотреть, что вообще есть Я думал, сейчас стрекот наведел? Нет, не настолько Я видите, приувеличиваю Продолжение нашей библиотеки Когда какая-то новая книга заходит Ну, то есть мы прочитали книгу Поняли, что она огонь Ну, кто-то, да, там, из руководства, из топов Мы ее закупаем Ну, там, на примере «Трейдер Джо» Да, просто была рассылка, ребята Эта книга прям про нас Срочно берите, читайте Фиксируете или нет? Кто взял? Нет, конечно Причем, сначала думали, как приучить людей возвращать книги А потом поняли, что, ну, никак Никак не приучать Это доверие? Потому что ты, на самом деле, никому не доверяешь Потому что не возвращают Не возвращают? Ну, ничего страшного И просто с этим надо смириться Это ценный подарок сотрудникам, правда Вкладывать Все, релакс Давай ключи открывай Enjoy, релакс А, вот он, самообслуженный Здесь тоже самообслуженный Это как раз микромаркет наш Мама Олеся рассказывала про этот проект Один из самых успешных Ну, я его называю самообслуженным Да Ну, это так и есть У нас, может быть, заметили Стилистики отделов в помещении отличаются Потому что каждая команда Если она хочет сделать ремонт Ей компания выделит бюджет И команда сделает себе ремонт Классная идея Тапочки Завести тапочки на входе На первом маркетинг Снабжением Снабжением Переобулись Здесь у нас команда Продукт-менеджеров сидит Скоро они переедут Потому что команда очень выросла За последним Денис С которым мы общаемся Это не вы прислали? Денис А где найти людей, которые что-то рассказывали? Денис в отделе технологов сидел Ну, его не было сегодня Но Денис технолог Не продак Наш продукт А, слушайте, я вам даже больше скажу У меня сейчас дома Ваши средства для мытья посуды Венка Вот, капсулы, да? Да Мы спасаем планету от пластика Больше не выбрасывайте бутылки Пользуйтесь капсулами Но идея с капсулами, правда, классная Потому что, во-первых, можно Большой запас себе сразу купить Без вот этого Удобно хранится И это же вечная боль Есть много красивых многоразовых бутылочек Но они все непрозрачные И непонятно что Бывает, что вам интерьер не подходит Да Разноцветные разные А если у вас там белая кипельная кухня То там АОС не очень смотрится Ну, такой монодизайн это тоже прикольно Так, Соня, мы сейчас пообщались в коридоре с нашим координатором Машей И узнали много чего интересного Что тебе запомнилось, что бы ты хотела внедрить? Наверное, из последнего, что 100% уже как-то есть Это проводники в командах Открытые люди коммуникации Которые, которым всегда можно обратиться Чтобы все понимали, что в этом кабинете, в этой команде Есть человек, который тебе подскажет, куда обратиться Не скажет тебе уходить, я занят А возьмет твою задачу в работу Уже такое есть практически Ну что, мы прошли по живой компании вкусвилл Как они сами себя называют Действительно, каждый кабинет выглядит по-своему Потому что команды могут делать его под себя Все жизнерадостные, приветливые, открытые Легко рассказывают, чем они занимаются Очень похожи на нас Некоторые фишки посмотрели Будем себе внедрять Классный магазин для брендовой одежды Классные доски, которых можно рисовать, стирать Бронирование переговорок Сами переговорки Или идея, что в офис люди приходят Одевают тапочки, снимают обувь И ходят по своему пространству в тапочках в домашних Насколько это няшно и уютно Ну что, я в целом очень рад Потому что мы сюда приехали Много чего я записал себе Будем внедрять дальше у себя Девушка, которая организовывала нам экскурсию Сказала, что они очень много почерпнули После экскурсии на Додо Пицца Поэтому в следующий раз мы можем поехать На Додо Пицца и посмотреть Что у них там такого невероятного Можно у себя применить Пишите комментарии, чтобы вам было интересно Посмотреть Додо Пицца Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...